1789 год ознаменован началом Великой Французской революции, которая стала первым звеном в цепи дальнейших событий, потрясших всю Европу и изменивших ее лицо. Лозунгом начала этой бурной эпохи были слова «свобода», «равенство», «братство». И те, кто стоял у истоков революции, верили в возможность создания образцового общества, состоящего из идеальных граждан, как учила философия просвещения. Однако, как это часто бывает, мечты не сбылись. Революция, последующий террор и наполеоновские войны – вот все, что увидели европейцы. Стало очевидно, что идеальное сообщество граждан – это лишь красивая утопия. Новая реальность резко изменила мировоззрение масс, а вместе с этим появилась необходимость в новом языке, на котором бы заговорило искусство, чтобы отражать этот новый взгляд на окружающий мир и место человека в нем. Если в эпоху просвещения творцы ориентировались на античную классику, то новое художественное течение вдохновлялось образами средневековья – времени благородных рыцарей, прекрасных дам и величественных построек романского стиля. Отсюда и происходит название «романтизм». Прежде всего, новое художественное течение получило развитие в литературе. Целая плеяда гениев, писателей и поэтов создали эталон романтических произведений. Виктор Гюго, Александр Дюма, Жорж Сант, Альфред де Мюссе, Джордж Байрон, Перси Шелли, Эрнс Гоффман, Генрих Гейны, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Николай Гоголь, Вальтер Скотт, Адам Мицкевич, Братья Гримм, Ганс Христиан Андерсон, Эдгар Аллан По, Фенимор Купер и многие другие. Их действительно очень много. И если в литературе романтизм сформировался спокойно и безболезненно, то в изобразительном искусстве разразилось целое противостояние между приверженцами академических правил и новым поколением художников, мыслящих уже иначе. Французский живописец Теодор Жирико своим творчеством словно бросил вызов в прежней школе, написав грандиозное трагическое полотно «Плод медузы», на котором предстали люди, терпящие бедствия в открытом море. За ним последовал его друг и ученик Эжен де Лакруа, ставший лидером нового художественного направления. Однако романтизм не был лишь модным французским течением. В других европейских странах стали появляться свои художники-романтики. К ним можно перечислить испанца Франциско Гою, англичанина Вильяма Тернера, немца Фридриха Каспара Давида, подданных Российской империи Карла Брюлова и Ивана Айвазовского и многих других. Что же такое романтизм? Если классицизм посредством искусства пытался облагородить и воспитать личность зрителя, читателя и слушателя, то новое поколение творцов считало, что исправлять кого-то, улучшать общество – это совершенно бессмысленно. Мир безнадежен. Социум – это серая масса ничтожных обывателей, не способных ценить того, что выходит за рамки практичного, престижного, модного или меркантильного. Но творец – это уже личность, выходящая за границы обычного. Он вынужден быть одиноким. Искусство для романтика – это либо способ выплеснуть свои эмоции, не рассчитывая на адекватную оценку общества, либо выход из уродливой окружающей действительности в альтернативный, лучший мир. В этом, другом мире действуют и живут совсем иные герои, не такие, как в реальности или в произведениях классицистов. Романтический герой – личность неординарная, не вписывающаяся в рамки обыденности и привычных правил. Это яркая индивидуальность, которая может привлекать, пугать и отталкивать одновременно. Этот герой наделен чувствительной душой и предельной страстностью. Его вселенная – это мир потрясений, взлетов и падений, неординарных событий и ярких переживаний. Без этого жизнь скучна и не имеет смысла. Однако герой-романтик может воплощать и образ пессимиста, уставшего еще не начав жить. Он отягощен сознанием тщетности своих устремлений и болотной серостью окружающего мира. Таков образ байронического героя. Драма любого романтического персонажа в том, что ему подобных в его мире нет. Поэтому он остро чувствует разлад с окружающим обществом и переживает собственное трагическое одиночество. Он обречен на отшельничество и даже гибель, которую зачастую ищет сам. Нередко автор произведения наделял героя собственными чертами, поэтому и повествование носит личный, субъективный характер. Главный персонаж романтического произведения – это лирический герой, глубоко чувствующий и ранимый. И разумеется, он должен быть влюблен. Но это чувство часто остается неразделенным. Любовь оказывается роковой для романтика. Она прерывается трагическими необратимыми обстоятельствами или ведет к гибели духовной и даже физической. Наташа, любить значит страдать. Чтобы не страдать, надо не любить. Но тогда будешь страдать от того, что не любишь. Поэтому любить значит страдать. Но не любить тоже значит страдать. А страдать значит страдать. Чтобы быть счастливым, надо любить. Значит, надо страдать, но страдание делает человека несчастным. Поэтому, чтобы быть несчастным, надо любить, или любить, чтобы страдать, или страдать от избытка счастья. Жалко, что ты за мной не записываешь. Не хочу жениться. Хочу разводиться. Кстати, в произведениях романтизма авторы часто представляют нам героя как раз на краю гибели, то есть в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Это может быть канун казни, сражения, войны или природные катаклизмы. Но кроме того, к пограничным могут быть отнесены и измененные состояния психики, тяжелая болезнь, галлюцинации, сны, погружение в алкогольное или наркотическое опьянение. Именно в таких состояниях, когда человек не может контролировать себя, и открываются глубинные стороны личности, самые заветные мысли, тайники души, желания и страсти, которые им движут. И зачастую эти сны разума порождают чудовище. Отсюда и обычный для произведения искусства романтизма мотив двоемирия или двойничества, когда герой может чудесным, непостижимым образом прикоснуться к параллельному, иному проявлению бытия, или когда он сам оказывается доппельгангером, раздвоенным на эго и альтер-эго. Свой трагический исход герой-романтик предчувствует интуитивно, но не пытается его предотвратить. Наоборот, он будто играет с судьбой, приближая конец. В этом и проявляется особенность, инакость героя и интерес романтизма ко всему неподчиняющемуся логическим объяснениям. В произведениях романтизма очевидна тяга к рациональному, таинственному, мистическому, пугающему своей загадочностью и непостижимостью. Чудесные превращения, метаморфозы, родовые проклятия, действия колдовских чар – вот малый набор того, с чем может столкнуться романтический герой. Именно романтики открыли зрителям, читателям и слушателям мир сказок и фантастики, иногда прекрасный, но чаще недобрый и пугающий. В произведениях этого времени оживают народные сказания, предания и легенды, действуют фольклорные персонажи и мифические существа – лорелии, ундины, ведьмы, русалки, вампиры и прочие. Созданию эффекта нетривиальности способствует антураж и декорации, в которых происходит действие. Любимое время романтиков – это ночь или сумерки. Место событий должно удивлять и будоражить воображение. Это может быть сказочный экзотический восток, африканские страсти или пугающие заброшенные замки, кладбище, часовни, дикая природа и разгул стихий. Действие может происходить в далекой древности или обращаться к ней. Любимая эпоха романтиков – средневековье, но автор романтического произведения может заинтересоваться и современными событиями. Главное, чтобы они были исключительными, яркими и драматическими. Надо сказать, что поскольку мир обывателей кажется романтику враждебным, то практически единственным его другом становится природа. Только здесь романтик чувствует себя свободным от необходимости лицемерить и соблюдать условности. И природа отвечает ему взаимностью, она становится своеобразным индикатором его душевного состояния. В пору спокойствия мы увидим идиллический пейзаж, бурные грозовые сцены в драматические моменты, безжалостную и бушующую стихию во время кульминационных событий и гибели романтика. Чем же отличается живописный романтизм? Стараясь максимально, предельно выразить дух своей эпохи, художники отказывались от академической выверенности композиции и фотографической зализанности всего изображенного на картинах. Неприглаженные мазки должны были передавать бурю страстей и создавать эмоциональное напряжение, которое ощутит зритель. Драматичность сюжетов, их пафос, желание поразить – все это роднило романтиков с художниками барокко. Поэтому не случайно, что они вновь начинают использовать приемы, характерные для той далекой эпохи. Романтики словно учатся у старых мастеров – Рубенса, Рембрандта и Караваджо. В полотнах опять преобладают диагонали, создающие эффект движения и динамики. Резкие светотеневые контрасты вызывают необходимое напряжение, полыхают яркие красочные акценты. Небо покрыто тучами или дымом взрывов и всполохами пожаров. Причудливые детали в костюмах или антураже заставляют переноситься мыслями в иные миры и времена. Даже волосы персонажей картин словно испытывают на себе порывы страстей. Такие прически получили название – локоны, взъерошенные ветром странствий. Герои погружены в свои далекие от обыденности мысли или находятся в пограничном состоянии. Они гибнут при роковых обстоятельствах или являются жертвой катаклизмов. Все как у Лермонтова в стихотворении «Парус». А он мятежный просит бури, как будто в буре есть покой. Что угодно, только бы не прожить длинную скучную жизнь, увязнув в унылом болоте повседневности. Дух романтизма воплотился не только в литературе и живописи. Своё самое яркое проявление он получил в музыке. Но это тема для отдельного фильма. Романтики и их мировоззрение стали неотъемлемой частью мировой культуры, прочно обосновавшись в умах современников и последующих поколений. И сегодня произведения гений в эпохе романтизма позволяют нам снова и снова переживать сильные страсти и бурные эмоции, ненадолго вырывая нас из бесконечной череды серых будней.